Три, два, один. Стоимость цеха по производству новых колодок 50 миллионов рублей. Он появился благодаря госпрограмме по импортозамещению. Накануне выпустили первые образцы продукции. Ежегодно же из-под конвейера будет выходить 300 тысяч изделий для грузовых автомобилей, автобусов и ЖД-транспорта. В отличие от прежних, они не содержат асбеста, вредного для здоровья вещества. Таким образом, новую продукцию можно считать экологически безопасной. Во многих странах Европы, Канады и США асбесты причем по отдельным причинам. И идет такой тренд на замену асбеста на безазбестовый материал. Отказываться от производства асбеста продукции мы не собираемся. Мы просто собираемся наращивать в различных других направлениях производство безазбестовой продукции. В Рио губернатора края Виктор Томенко положительно оценил переход предприятия на новый этап развития и даже оставил свой автограф на памятной колодке. Очень важно, что это осмысленный, продуманный шаг в сторону инновационного производства, в сторону современного производства. По словам сопредседателя бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Недорослева, создание экологически чистой продукции резко повысит конкурентоспособность алтайской продукции, как внутри страны, так и за ее пределами. Но для этого, подчеркнул эксперт, данному предприятию, как и в целом промышленности региона, важно оказывать поддержку. Обратить внимание, какие есть в регионе потенциальные национальные чемпионы, чтобы им в том числе создавать условия для их роста. Обязательство поддерживать алтайских лидеров промышленного производства Виктор Томенко и Сергей Недорослев закрепили специальным соглашением. Стороны договорились активно содействовать развитию малого и среднего бизнеса и помогать алтайским промышленникам завоевывать мировые рынки. Кстати, первую партию колодок алтайского производства планируют отправить за границу до конца этого года. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.